Минимальная зарплата и соцвыплаты на двух несовершеннолетних детей. Татьяна Няковская рассказывает, семья из четырех человек живет на 2000 гривен в месяц. Чтобы оформить субсидию или компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, женщина пришла в управление соцзащиты. До этого я не пользовалась. Мы справлялись, как говорится, платили коммунальные услуги, справлялись, а сейчас новыми подорожаниями мы не справимся никак. В связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, правительство изменило порядок предоставления субсидий. Если раньше льготники платили либо 15% своего дохода, либо 10%, если это не трудоспособные лица, то теперь этот процент будет определяться индивидуально для каждой семьи в зависимости от среднемесячного дохода за шесть месяцев на одного прописанного в квартире человека. У человека на одну особу в месяц приходит, скажем, 730 гривен, средний, то у него будет процент платежа 4,66. Это обязательный процент на оплату коммунальных услуг. Все остальное будет доплачивать субсидия. Если, допустим, доход там 4,5 тысячи, это уже почти 29% обязательного платежа. Также право на получение субсидий будет иметь не только собственник жилья, но и другое лицо, зарегистрированное в помещении, имеющее лицевой счет. Существенно изменилась и норма жилплощади, на которую назначается льгота. Тех, кто сможет оформить субсидию, с таким нововведением станет больше, говорят специалисты. А теперь эта норма изменена и, например, для человека она изменена на лучшее, потому что она стала больше. Какая она с 1 жовтня этого года? Она будет становиться 13,65 квадратных метров на одну людину и дополнительно 35,22 метра на домогосподательство. Кроме этого, семья, у которой доход меньше прожиточного минимума, имеет право оформить компенсацию дополнительных расходов после повышения цены тарифов на газ и тепло. Разницу погасит государство. При этом будет рассматриваться право семьи на назначение сначала льгот, затем субсидий и затем, если будет право на получение компенсации, мы будем назначать и компенсацию. То есть одна семья может получать теоретически даже сразу три вида социальной поддержки. Для того, чтобы оформить компенсацию или субсидию, нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту регистрации с заявлением, предоставить справку о доходах лиц, зарегистрированных в жилом помещении, и декларацию. Пенсионерам справку о доходах предоставлять не нужно. Заплатить за жилье и коммунальные услуги помогут и переселенцам. В течение полугода нетрудоспособные граждане будут получать по 884 гривны в месяц. Трудоспособным положено половина этой суммы, но в течение двух месяцев. Чтобы получать эту помощь и дальше, люди должны найти работу. На сегодняшний день из 200 тысяч переселенцев трудоспособного возраста, к сожалению, только 14 тысяч обратились в центр занятости для того, чтобы им помогли трудоустроиться. Можно не обращаться в центр занятости, найти работу самостоятельно. Мы об этом узнаем через базу пенсионного фонда, что вы являетесь застрахованным и продлим эти выплаты. Но если все-таки человек не захочет трудоустраиваться, значит, ему помощь от государства не нужна. И поэтому следующий, пятый и шестой месяц, такая помощь не будет назначена. В связи с новыми правилами начисления субсидий, денежную помощь в Украине будут получать больше полутора миллионов семей. Только в Харькове их число вырастет больше, чем в два раза. А на оформление компенсации, говорят специалисты, в стране имеют право более трех с половиной миллионов семей. Виктория Таряник, Дмитрий Герасимов, Объектив неделя.